Добрый день, уважаемые коллеги! В крупных клинических исследованиях, крупных метаанализах на сегодня получено уже много данных, которые доказали, что проведение адъювантной эндокринотерапии достоверно снижает риск рецидива, снижает риск смерти, повышает безрецидивную выживаемость и общую выживаемость у 60-80% пациентов. На сегодня вышли такие крупные исследования АТЛАС, которые показали, что уже терапия должна продлеваться до 10 лет, это показало преимущество. На сегодня появилось исследование СОФТИТЕКС, которое показало, что возможно применение ингибиторов ароматаза у молодых женщин. И, конечно же, учитывая всю эту эффективность, выбирая таргетную популяцию для назначения эндокринотерапии, мы рассчитываем на этот эффект. Однако в клинической практике по результатам исследований, это наблюдательные, популяционные исследования, это ретроспективные исследования и клинический опыт показывают, что от 5 до 20% пациентов в первый год и от 30 до 50% в течение 5 лет преждевременно прекращают адъювантную гормонотерапию. И это было показано в этом крупном исследовании, это популяционное исследование, вы видите, более 13 тысяч пациентов. При оценке всей популяции показали, что при терапии тамоксифеном не закончили к 5 годам 30% пациентов. Это каждая третья женщина. На ингибиторах ароматаза 20% не закончили к 5 годам терапии, не завершили это лечение. В этом же анализе проводили подгрупповой анализ и показали, что молодой возраст ассоциируется с низкой приверженностью. Более того, в этом исследовании показали, что на тамоксифене хуже приверженность, чем ингибиторы ароматазы. И исследователи вот этого анализа предполагают, что здесь включались пациенты на тот момент, когда ингибиторы ароматазы только появились. И пациенты уже получили информацию о том, что этот препарат более эффективный, поэтому в него больше верили, и поэтому была большая приверженность. Более того, почему на тамоксифене хуже приверженность? Потому что молодой возраст ассоциируется с низким комплаймсом, а все молодые пациентки на тот момент получали только тамоксифен. Но с другой стороны, в этом исследовании была историческая группа, те пациенты, которые включены были до 2000 года. У них альтернативы, кроме тамоксифена, не было. Они не предполагали, что если они по каким-то причинам завершат прием тамоксифена, их могут перевести на более эффективный препарат. И все же у этих пациентов, видите, эта группа старше 50 лет, тоже приверженность была очень низкая. А это другое очень интересное исследование, и целью этого исследования была прежде всего оценка выживаемости. Здесь изучали это популяционное исследование более 12 тысяч пациентов, и проанализировали все гормональные препараты в адювантотерапии, и показали, что наихудшая выживаемость в этом исследовании была на экзамистане и тамоксифене. И когда более детальный анализ провели, показали, что именно у этих пациентов, которые получали экзамистан и тамоксифен, была худшая приверженность. В течение трех лет прекратили терапию на томоксифене половина больных, это каждая вторая женщина, а в группе экзамистана 55%. И хочу обратить ваше внимание, перевод на терапию. Из всех пациентов, которые прекратили терапию, переведены были лишь треть больных. Остальные пациенты не получили полного плана лечения. А вот очень интересные данные. Это не сравнительные исследования, это не какой-то анализ, это просто приведены данные. То, что происходит в клинических исследованиях и то, что в клинической практике. Обратите внимание, какая разница. В клинических исследованиях докладывается гораздо меньше больных, которые прекращают лечение по сравнению с клинической практикой. И исследователи предполагают то, что сам факт включения в исследование пациента уже обнадеживает его на длительный прием, потому что он больше верит в этот препарат. Но, к сожалению, даже при таких низких цифрах в клинических исследованиях, эффективность именно у этих пациентов, как они отвечают на терапию, ни в одном исследовании данных таких нет. Но зато у нас есть другие данные. Самый первый метаанализ, который вышел в 2011 году, показал, что чем дольше пациенты получают гормонотерапию, это исследование было с томоксифеном в адювантерапии, тем выше у них эффект. А вот данные проспективных, нерандомизированных исследований, это данные опять же из клинической практики, показали это исследование, проанализировали более 8 тысяч пациентов. И что же показали? Что в первые 6 месяцев прекратили терапию, 30 тоже, каждая третья пациентка прекращает терапию. При этом 28% пациентов на протяжении всего периода приема не соблюдали режим применения. Что же получилось? Лишь 50% больных выполнили полный план лечения. У них 10-летняя выживаемость была 81%. А вот у тех пациентов, которые не соблюдали правильно прием терапии, 77%. Показатель был достоверно отличался от группы, которая получала полный план лечения. А у этих больных было еще меньше выживаемости, это 73%. Еще очень интересные данные по риску смерти. Обратите внимание, что те пациенты, которые преждевременно через 6 месяцев прекратили лечение, у них риск рецидива был ниже по сравнению с теми, кто получал полный план лечения, но не соблюдал режим приема препаратов. А вот еще одно очень интересное исследование. Здесь оценили риск смерти и приверженность терапии. И показали, что те пациенты, у которых приверженность ниже 80%, достоверно выше у них риск смерти. И то же самое в отношении рецидивов у этих пациентов больше количества рецидивов. Очень важным фактом является то, что среди всей популяции, это показано практически во всех исследованиях, что молодые женщины, у них наиболее низкая приверженность. И прежде всего это объясняют тем, что эти женщины имеют больший процент депрессии, а в состоянии депрессии они чаще отказываются от лечения. Почему же, давайте выясним, почему же пациенты прекращают все-таки преждевременно, заведово, мы знаем, безопасную и безобидную для нас с нашей точки зрения. Мы когда назначаем пациентам эндокринотерапию, они после химиотерапии вздыхают, говорят, ну наконец-то мы начнем получать эндокринотерапию. Почему так происходит? Здесь представлены данные очень многих исследований. Вы видите, сколько здесь представлено авторов. Это анализ 2004 до 2013 года. Здесь представлены все причины, практически все, по которым женщины прекращают терапию. Побочные эффекты, сопутствующие заболевания, сопутствующая терапия, особенно это касается пожилых женщин, которые принимают сразу несколько препаратов. Конечно же финансовые проблемы, низкое социальное происхождение, очень молодой и очень пожилой возраст. Очень часто во многих исследованиях говорят о том, что пациенты не уверены в успехе лечения. Особенно, что было интересно замечено, что если пациент лечится в крупном учреждении, это институты, научные центры, у них приверженность выше по сравнению с городской сетью. По всей видимости, это опять же атрибут большого здания, атрибут большого количества докторов со званиями. Возможно, вселяет в них больше надежды на успех лечения. Также отсутствие рекомендаций доктора, уверенность в низком рецидиве, отсутствие социальной поддержки, курение, беспокойство и депрессия. Так вот, беспокойство и депрессия, это больше всего характерно для молодых женщин. Но, по всем исследованиям, на первом месте все-таки стоит, что женщина отказывается от терапии, от длительной терапии по побочным эффектам. Все существующие гормональные препараты имеют один самый неприятный побочный эффект, который связан с депривацией эстрогенов. Это приливы, это сухость влагалища, снижение либидо, это тромбозы, рак эндометрии и другие побочные эффекты. На самом деле, они примерно в одинаковом количестве встречаются при всех гормональных препаратах, но степень их выраженности абсолютно разная. И наиболее худшая ситуация, конечно же, у молодых женщин, это женщины в премии на паузе. Эти женщины чаще и выраженнее страдают от побочных эффектов. Вы видите, что если женщина даже принимает тамоксифен, это достоверно выше показывают представленные результаты побочных эффектов. А особенно, если женщины молодые получают комбинированную терапию. Ну, в общей тенденции по предикторам токсичности мы знаем, что это очень модно сейчас говорить о предикторах токсичности. Можем ли мы выбрать тех пациентов, заведомо зная, что у них будет токсичность, и исключительно поменять один препарат на другой. Так вот, провели, я здесь представлю несколько, таких исследований очень много, я представлю несколько исследований. И здесь было показано, что эндокринозаместительная терапия в анамнезе и ожирение достоверно повышают риск эндометрия на фоне терапии тамоксифеном. Другое исследование показало, что артрологии ассоциируются с предшествующей терапией токсанами. А вот исследование АТЛАС, которое совсем вот в этом году мы получили результаты, 10-летний прием терапии тамоксифеном, показало, что риск тромбоэмболии на терапии тамоксифеном увеличивается у курящих пациентов и с тромбозами в анамнезе. Но, к сожалению, пока эти данные представлены только в таком виде, специально спланированных исследований нет, поэтому однозначных выводов мы сейчас все-таки по предикторам побочных эффектов делать не можем. А это очень интересное исследование, это тоже не специально спланированное неклиническое исследование, это ретроспективная оценка, не запланированная. Здесь показали, могут ли быть побочные эффекты предиктором эффективности. И что же показали, что вазомоторные симптомы, которые сопровождают приливы, мышечно-скелетные симптомы, вульвовагинальные симптомы, эти все побочные эффекты могут положительно влиять на отдаленные результаты. Достоверно были ниже рецидива у этих пациентов с этими побочными эффектами, лучше выживаемость без прогрессирования и лучше даже общая выживаемость. Но, конечно же, необходимо дальнейшее изучение. Поскольку специального анализа не проводилось, более того, эти побочные эффекты относятся к неспецифическим. Их порой очень трудно отдифференцировать от тех симптомов, которые не относятся к токсичности препарата. Их очень сложно объединить терминологически, эти побочные эффекты. И, конечно же, очень сложно оценить степень. Это, скажем, предмет дальнейших исследований. Что делать с побочными эффектами эндоконотерапии? Назначать симптоматическое лечение. С другой стороны, эти симптомы, мы знаем, не являются жизнеугрожающими, возможно, игнорировать. И чаще всего, я не знаю, пусть поднимет руку тот, кто действительно занимается токсичностью у пациентов, которые получают адъювантную терапию, гормонотерапию, когда они от нас уходят. Но кто в зале, кто назначает сопутствующую терапию, мне просто интересно. Никого. Никто. Ну, а теперь давайте для сравнения посмотрим. Мы все знаем, что мы проводим химиотерапию, и мы обязательно назначаем, купируем токсичность. А вот посмотрите по показателям значимости. По жизнеугрожающим симптомам. Да, действительно, химиотерапия с ними ассоциируется, а эндокринной терапии нет. А вот все остальные показатели значимости, они ведь от химиотерапии не отличаются. И эти все показатели, они ухудшают отдаленные результаты. Более того, обратите внимание, что симптомы на химиотерапии, побочные, прекращаются тогда, когда мы заканчиваем химиотерапию. А вот то, что касается эндокринотерапии, пациентки продолжают страдать в течение всей оставшейся жизни. Итак, купирование побочных эффектов на химиотерапии для нас привычная практика, а вот купирование побочных эффектов на эндокринотерапии большой вопрос. И вот доказательства. Это исследование, текст и софт, нашумевшее исследование. Сейчас мы можем назначать ингибитор ароматазы с аналогами ЛГРГ молодым женщинам. Это вот в этом исследовании посмотрели побочные эффекты, что происходит с этими женщинами и побочными эффектами на протяжении всего периода терапии. Посмотрите, какая картинка. Вот эта картинка по основным побочным эффектам, она не меняется на протяжении всего периода лечения. Точно так же, как они страдали в первые три месяца, точно такая же история с ними происходит и на протяжении в конце пятого года. То есть пациенты на протяжении всей терапии страдают. Симптоматическая терапия. Ну, наиболее частым видом побочных эффектов являются приливы. Они встречаются практически при всех препаратах гормональной терапии. Ну, конечно же, механизм нейроэндокринный, последствия ухудшения качества жизни, сна, работоспособности, отказ от эндокринотерапии. И рекомендации симптоматической терапии. Специального лечения для наших пациентов, у которых возникают приливы, не существует. И самое неприятное, с чем сталкиваются наши пациенты, в отличие от тех женщин, которые не имеют рака молочной железы, нашим пациентам не рекомендовано проводить эндокринозаместительную терапию. В этом вся и проблема. Поэтому начинать... Ну, прежде всего, я хотела бы обратиться к вам, что все-таки таких женщин нужно опрашивать, с ними нужно разговаривать. Потому что очень часто, когда к нам приходит на прием женщина, которая получает эндокринотерапию, мы концентрируемся на ее риске рецидива, отправляем по ее исследованиям, но не концентрируем внимание на таких, мы считаем их незначимыми, эти побочные эффекты. Но все-таки, когда женщина... Ей планируется лечение гормональными препаратами, с ней, конечно же, нужно проводить беседу о том, что существуют какие-то мероприятия, которые могут достаточно эффективно снизить хотя бы выраженность этих эффектов. Это не медикаментозное мероприятие. К ним относятся... Женщина должна носить натуральную одежду, использовать различные спреи охлаждающие и так далее. Существуют нерецептурные антидепрессанты. Конечно же, эффективность такой терапии не оценивалась в клинических исследованиях. Поэтому мы можем только сказать о том, что это возможно и эффективно. Существуют по поводу фитоэстрогенов очень большие дебаты. Нужны фитоэстрогены. Мы знаем, что в обычной жизни женщины используют фитоэстрогены, они им помогают. Но для наших женщин не было ни одного исследования, которое бы показало, что фитоэстрогены им помогают. Лечение медикаментозное. Если уже возникает такая ситуация. К сожалению, мы с вами здесь бессильны. И таких пациентов нужно отправлять все-таки либо к невропатологам, либо к тем докторам, которые уполномочены выписывать препараты антидепрессанты. Поскольку все препараты, которые здесь представлены, они одобрены FDA. И во всех исследованиях было показано, что они как раз нашим женщинам и помогают. Поэтому таких пациентов, когда у них серьезные проблемы, все-таки имеет смысл отправить их не бояться, расспросить и отправить их к другим специалистам, которые могут выписать им такие рецепты. По поводу антигипертензивного препарата клофелина. Да, действительно, был проведен метаанализ. Здесь эти исследования показали, что у половины больных он снижает приливы. Но, к сожалению, препарат небезопасный. Рутинно применять его нельзя. Он лимитирован побочными эффектами. Другое очень грозное осложнение, гинекологические осложнения. Если про приливы нам женщины не стесняются говорить, то вот об этих проблемах они нам стесняются говорить. Я не буду рассказывать про рак эндометрия тромбоза, вы об этом все знаете. Это не остается без внимания. А вот все остальные проблемы, они остаются без внимания. Потому что большинство, особенно молодых женщин, об этом нам не рассказывает. А в свою очередь у них снижается качество жизни, снижается сексуальная функция, ухудшается взаимоотношение в семье, они впадают в глубокую депрессию. Вы знаете, я вам хочу сказать, что в моей практике сейчас более 60% молодых женщин. И среди них есть женщины, которые действительно отказываются от терапии, потому что у них возникают вот такие тяжелые проблемы. Это действительно калечащие тяжелые проблемы для молодой красивой женщины. Снижается комплайенс эндокринотерапии, а в свою очередь об этом мы не думаем, что снижение комплайенса приводит к ухудшению эффективности общего лечения. На ингибиторах ароматаза наиболее грозные осложнения. К сожалению, с длительностью приема они усугубляются. И самое неприятное – это урогенитальная атрофия. Это наиболее тяжелые осложнения. И действительно, по данным исследованиям показали, что в процессе лечения, длительного лечения ингибитором ароматазы нарастает процент такого побочного эффекта. Нарушается не только сексуальная функция и проблемы, но и возникают проблемы урогенитального характера, нарушается мочеиспускание. Почему это происходит? Потому что происходит нарушение архитектоники урогенитальных органов в результате потери коллагена, гликогена, других белков гипоэстрогенным эпителем. Ну, в этом случае нужно подходить комплексно. Во-первых, нужна хорошая профилактика и лечение. Опять же, повторю, что нашим пациентам не рекомендовано применение эндокринозаместительной терапии. По данным исследований, которые здесь представлены, действительно, эта терапия увеличивает. Хотя, на самом деле, очень спорный вопрос. Но все-таки больше данных о том, что увеличивает риск рецидива. Очень противоречивые данные по интравагинальному применению эстрогенов. На сегодня не поставлена точка, поэтому, возможно, может быть, будут положительные исследования. Что относится к негормональным видам терапии? Это, естественно, увлажняющие кремы. Кремы-свечи с гаилуроновой кислотой. Люмбриканты. Это гимнастика. Обязательно вы должны... На сегодня, кстати, вышли исследования, рандомизированные клинические, которые показали, что для таких женщин еще до начала терапии нужно рекомендовать заниматься гимнастикой для укрепления мышц тазового дна. Антидепрессанты, тренинги, ну и так далее. На сегодня ведутся большие исследования, которые изучают негормональные лекарственные препараты, улучшающие сексуальные проблемы у женщин раком молочной железы. А вот исследование очень интересное. Это оценка увлажняющего крема с гиалуроновой кислотой. Это негормональный крем. Оценивали пациентов раком эндометрии и раком молочной железы. Дистрофические изменения вульвы были верифицированы гистологически. Вы видите, что применение этого крема достоверно улучшило исчезновение всех симптомов, был больше позитивный эффект, стабилизация и меньше процент ухудшений. Следующая проблема, и вы ее все знаете, это мышечно-скелетные боли. Это наиболее частый побочный эффект, который лимитирует прием ингибиторов ароматазы. Но это случается на сегодня, до конца механизм развития болевого синдрома не изучен. Но связано, возможно, это с деминерализацией, снижением коллагена, происходит микротравм в мышцах, в суставах. Более того, считают, что эстроген обладает антиноцицептивным эффектом. Это на сегодня доказано. Поэтому снижение количества эстрогена снижает антиноцицептивный эффект эстрогена и повышается болевая чувствительность, увеличивается количество медиаторов воспаления. Я хочу обратить ваше внимание еще на тот важный момент, что по данным всех исследований здесь представлены все крупные исследования, которые проводились по адъювантной гормональной терапии. Это исследование АТАК, БИК, это исследование МА-17. И вы видите, что спектр побочных эффектов у всех гормональных препаратов разный. Может быть, они где-то похожи, но степень выраженности на них разная. Это нужно учитывать. Да, в этом исследовании показано, что такие побочные эффекты достоверно выше по сравнению с томоксифеном, но даже внутри группы ингибиторов ароматазы есть разница. Это послужило тому, что на сегодня практически все эксперты рекомендуют, поскольку у этих женщин нет выхода, у них чаще всего нестероидные противовоспалительные не помогают. Основной подход – это смена терапии, то есть тактика назначения другого ингибитора ароматазы. И вот провели три крупных исследования. Это АлиКВОД, АТОЛ, исследования, известные вам АТАК и БИК, и показали в исследовании АлиКВОД. Пациентам сначала назначали литрозол в течение 12 лет, потом переводили их на анострозол 12 недель. И что же получили по мышечно-скелетным болям, артрологиям, если на анострозоле у половины, у каждой второй пациентки отмечались этот побочный эффект, то анострозоле он был ноль. Точно так же и другой перевод с анострозолом на анострозол показал такой же результат. В другом исследовании пациентам назначали анострозол, затем их при развитии анострологии и мышечно-скелетных болей до 2-3 степени переводили на анострозол. Наблюдали за ними 6 месяцев. Так вот, к 6 месяцам на лечении анострозолом оставались 70% женщин без симптомов, но и при этом прекратили терапию лишь 28%. Точно так же аналогично было и другое исследование. А в исследовании Атак и БИК, вы знаете, оно было заранее так спланировано, пациентов переводили с анострозолом на тамоксифен, и это показало снижение артрологии и миологии. Ну, лечение, конечно же, таких пациентов эмпирическое. Как я уже сказала, в большинстве случаев применение анальгетиков, нестероидных, противовоспалительных, оно малоэффективно, оно женщинам не помогает. Более того, наши женщины получают эту терапию длительно, и длительно получать такие препараты невозможно, они ассоциируются с высоким уровнем обычных эффектов. На сегодня больше данных и позитивных данных получено с препаратами КОКС-2 ингибиторами. И сейчас появилось пилотное исследование с препаратом долоксетином, но, к сожалению, это антидепрессант, но препарат имеет очень хорошие результаты. Бисфосфонаты, опиоиды и немедикаментозные методы, которые также эффективность этих методов показана в исследовании. На сегодня продолжаются рандомизированные плацебо-контролируемые исследования. Это исследование с долоксетином, очень обнадеживающий, я сказала, препарат. И исследование Альянс с подкожным тестостероном. А вот очень интересные данные японских исследователей. Они использовали преднизолон в короткое время и очень маленькими дозами. Здесь пациенты включались уже с имеющимися артралгией, менофонии ингибиторов ароматазы, но всего было 27 пациентов. И назначали преднизолон 5 мг один раз в день, всего 7 дней. И вот что получили. Через неделю уменьшение боли в суставах было у 67%. Через месяц сохранялся эффект у 63, и через 2 месяца у половины больных сохранялся этот эффект. По данным опросника по качеству жизни, через неделю, уже через неделю, треть больных стала чувствовать себя гораздо лучше. Еще треть больных через месяц, и через 2 месяца еще 26 больных. То есть 86% больных при таком коротком курсе преднизолона во время, на протяжении периода наблюдения в этом исследовании чувствовали себя лучше. А вот нашумевшие исследования с Омегой-3. Очень долго ждали эти результаты, потому что исследование длилось очень долго. И буквально я в прошлом году читала, что мы ожидаем, ожидаем, и вот наконец эти результаты вышли. Применение Омега-3. Очень интересные данные получили. Это плацебо-контролируемые исследования. Оценивали по опроснику, клинически значимое уменьшение боли рассчитывалось как более 2 баллов. Так что же получилось? Через 12 недель, через 24 недели в группах было абсолютно одинаково. Одинаково было уменьшение боли, одинаково было улучшение симптомов заболевания, уменьшение слабости, улучшение качества жизни. В этом плацебо-эффект, в этом исследовании объяснили тем, что сам факт участия пациента в исследовании и ожидание улучшения симптомов дало вот такие одинаковые результаты. То есть по сути получается, что в этом исследовании Омега-3 не показала своего преимущества. И в заключении я хочу обратить ваше внимание на то, что мы все знаем, что да, нет ни одной женщины на сегодня в адювантотерапии с гормонопозитивным раком молочной железы, которая не получает эндокринотерапию. И по этим данным вы видите, что как изменилась судьба, это вот кривая желтая и голубая, как изменилась судьба за последние годы, когда изменилась тактика назначения гормонотерапии. Принято на сегодня называть, что это лайссейфинг терапия, но цена сохраненной жизни для наших пациентов, особенно для молодых пациентов, получающих длительную терапию, очень высокая. К сожалению, у них меняется не только качество жизни, но это еще и влияет на отдаленные результаты лечения. И в общей тенденции персонализации терапии существует и персонализация гормонотерапии. И, конечно же, мы должны заниматься не только поиском предикторов эффективности, но и поиском предикторов токсичности. А очень важно для наших пациентов мультидисциплинарный подход в лечении таких побочных эффектов. Конечно же, для того, чтобы сохранить качество жизни, предстоящей жизни, а это пациентки, как правило, они с длительной предстоящей жизнью не боятся расспрашивать пациентов и привлекать специалистов, других специалистов для того, чтобы этим женщинам помогали. И вот это моя любимая скульптура, это Родена, где молодая женщина, вечно должна быть музой для мужчины, и мы можем в состоянии помочь этим женщинам, если мы будем вовремя им помогать, отправлять их к различным специалистам и улучшать их качество жизни. Это женщины, которые имеют длительную предстоящую жизнь, и мы не должны об этом забывать, и мы назначаем щадящее лечение, но мы не знаем, что с ними происходит, когда они уходят от нас. Спасибо за внимание.